Друзья, сегодня выясним, какие туфли более формальны. Балмар Оксфорды или Холкоты? Итак, мне задавали этот вопрос несколько раз. И я считаю, что отличный вопрос. Потому что тут есть небольшая путаница. Когда вы просмотрите правила, описание, всю информацию о них, вы увидите, что обе модели имеют основание считаться самой формальной обувью. Рассмотрим Холкоты. Вы можете сказать, простота есть элегантность. Это самые простые из всех классических туфель, что касается покроя и дизайна. Следовательно, они самые формальные. Смотря на Балмар Оксфорды, вы обратите внимание на накладной нос, что делает их наряднее, чем Холкоты. Потому что за этим стоят традиции. Так каков же ответ? Ну, сперва обсудим, что представляют из себя эти туфли и чем не являются. Эти более нарядные. У меня в руках они более повседневные. Не только из-за цвета, но и посмотрите на открытую шнуровку. Запомните, задняя четверть накладывается на вамп, это открытая шнуровка. И эти туфли тоже очень нарядные. Но этот медальон делает их еще более повседневными. Обратите внимание, на этих туфлях рисунок идет со всех сторон. И также обратите внимание на дизайн. Здесь задняя четверть не накладывается наперед. Поэтому мы рассматриваем его, как закрытую шнуровку. И на самом деле это так. И такая шнуровка является самой нарядной. Посмотрите на небольшой контраст в цвете кожи. Но это также делает туфли более повседневными. Чтобы провести сравнение, нужно представить, что обе модели одинакового цвета. Допустим, черного. Черного цвета у меня только Балмар Оксфорды. Черных Холкотов нет. Но подразумевая одинаковость этих туфель, что мы знаем о них. Это исторически сложившийся классический выбор. Черные Балмар Оксфорды носили больше сотни лет. Они прекрасно блестят. Вы можете носить их со смокингом или с темным деловым костюмом. Теперь Холкоты. Они стали популярны в последние десятилетия. Но отличает Холкоты от всех остальных классических туфель то, что они сделаны из одного большого лоскута кожи. Для этого выбирают высококачественную кожу, без изъянов, чтобы создать такие туфли. При создании Балмар Оксфортов можно использовать разные лоскуты кожи, в том числе и маленькие. Поэтому Холкоты стоят дороже. Потому что найти кожу без недостатков не так просто. Другая главная характеристика Холкотов в простоте покроя. Один завернутый большой лоскут кожи. Поэтому некоторые люди будут настаивать по этой же причине, что Холкоты самые нарядные из классических туфель. Стиль, простота, элегантность. Вот что вам нужно, когда вы ищете, что надеть. И Холкоты – оптимальный вариант. Итак, каков мой вердикт? Какие туфли самые нарядные? Друзья, я должен отдать победу Балмар Оксфордам. Почему? Дело в традициях. Более ста лет поколения за поколением носили их. Думаю, что еще 50 лет и Холкоты займут их место. Но я отдаю титул Балмар Оксфордам. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Согласны или нет? Напишите об этом в комментариях. И дайте знать, какие еще модели обуви или предметы одежды мне сравнить. Какие у вас есть вопросы?